надо срочно покупать валюту тенге просто обвалится жесточайшим образом вопрос наиболее часто задаваемый сейчас реальный курс доллара скрывает почему они все это скрывает и когда они объявят реальный курс доллара какой курс на данный момент доллара поднимется ли еще мы продаем только сырье что будет с нашим экспортом но и многие люди меня упрекают как же так вы говорили до конца апреля будет 500 и более а в конце мая даже еще выше как же так тенге только укрепляется кто-то купил валюту при курсе тенге 450 кто-то умудрился даже 480 хотя до этого момента тенге не доходило и вот они говорят вот сейчас 427 424 тенге укрепляется вы нас обманули ну уважаем друзья во первых я эти прогнозы делал в марте когда не было никаких переговоров о снижении объемов россии опек так называемые саудитов так далее но не суть важно все мои прогнозы были правильными более того еще казахстан даже не сел на карантин не закрылся и я сейчас объясню почему они правильные но представьте себе что валюты стала поступать несколько раз меньше ну например у нас валютная выручка страны по итогам девятнадцатого года составила 60 где-то приблизительно миллиардов долларов из которых 35 миллиардов долларов это были средства которые поступали от продажи нефти все остальное это услуги порядка 6 7 миллиардов долларов железная дорога авиация экспорт зерна и экспорт разных металлов меди и цинка золото и все прочее вот смотрите цена на нефть упала больше чем три раза объективно сейчас а цены в марте в апреле были 10 долларов за баррель юрлс это марка юрлс который продает казахстан даже были ниже даже была отрицательная стоимость то есть ты ее производил тебе нужно было доплатить чтобы либо же бы у тебя забрали некуда было и одевать эту не сейчас чуть дороже ну там 15-20 долларов но эта цена который не покрывает даже себестоимость вот представьте себе что четыре раза цена упала на нефть она больше упала теперь что мы делаем значит вместо 35 миллиардов долларов в год страну поступит четыре раза меньше валюты значит вместо 35 поступит приблизительно 10 миллиардов вместо 35 также ведь и падает не так сильно но все равно падают цены на сырье металлы ну раз мировая экономика стоит там тоже спад произошел но не сильный конечно у нас связи с тем что европа закрылась транзит груза по нашей территории резко уменьшился если за эти услуги казахстан получал свыше 6 миллиардов долларов сейчас будет минимум в два раза меньше значит нашу страну валюты будет меньше приходить валюты вы говорите у меня тенге мне эта валюта не интересно на самом деле это не так и так валюты страну будут поступать ну минимум вот сейчас текущем режиме минимум на место 35 миллиардов лучшем случае 10 15 миллиардов только от нефтянки минимум в реальности будет дырка 25 миллиардов долларов то есть когда вы выходите покупаете свой товар а у нас весь товар импорт зубная паста импорт на щетка импорт на одежда импортное оборудование все импортные мы только поставляем на запад сырье и получаем доллары теперь наше сырье на западе уже упала в цене значит валюты меньше теперь я вам объясню следующее вот смотрите что значит почему тенге уже давно ушло за 500 сейчас его цена не соответствует рыночной стоимость не соответствует реальной и стоимости вы просто сейчас сидите на карантине а и вы уже покупаете по сути только еду раньше покупали еду одежду мебель машины разные услуги я вам так скажу даже по результатам одного месяца вот например в марте месяце на бирже объем продаж я вам сейчас скажу сколько был по моему а вот почти три с половиной миллиарда долларов вот в марте месяце это только на бирже было три с половиной миллиарда долларов марте теперь из этих трех с половиной миллиардов долларов полтора миллиарда сжег свои резервы национальный банк чтобы обеспечить ваш спрос тогда же еще обменники работали правильно сейчас обменники не работают банки валюту не продают вы сидите дома то есть национальный банк когда организовывают торги на бирже не дает компаниям покупать валюту под разным предлогом соответственно искусственно административно они сжали спрос на валюту и вот я вам привожу пример в марте было три с половиной миллиардов долларов продаж и чтобы курс не сильно упал национальный банк вбросил полтора миллиарда долларов сжег чтобы удержать курс национальной валюты и таким образом из трех с половиной миллиарда почти половину обеспечил национальный банк если бы национальный банк не участвовал торгах еще в марте курс вообще бы обвалился далеко был бы минимум 500 550 я объяснял люди не очень понимают думать что национальный банк может все время кидать какие-то бездонные резервы этих нет него этих резервов максимум там 28 30 миллиардов долларов в таком промежутке у него болтается стоимость резервов то есть достаточно теперь таком режиме поработать несколько месяцев и национальный банк потеряет почти половину своих ресурсов поэтому конечно же национальный банк это делать не будет вот теперь смотрите что в апреле получилось в апреле объем торгов был 1 миллиард 720 уже не три не три с половиной на 2 миллиарда почти меньше почему потому что вы сидели дома потому что банки не работали и торгов было очень мало приблизительно но где-то порядка 80 миллионов долларов в день а я вам скажу если взять другие данные за прошлый год на бирже спрос на валюту был не то чтобы 80 миллионов долларов в день 500 600 миллионов долларов в день понимаете то есть сейчас просто на бирже искусственно не пускают никого потому что вы сидите на карантине соответственно меньше продается валюты даже в этих обстоятельствах хотя национальный банк заявил что в апреле он не потратил свои резервы это манипуляции на самом деле деньги потрачены я вам сейчас скажу официальные данные которые если просто прочитает финансист он вам легко объяснить и так из миллиарда 700 которые были торги на фондовом на фондовом рынке на аукционе который продавался валюта 817 миллион долларов обеспечил национальный фонд это не экспортные компании и нефтяники не другие какие-то компании то есть половину денег которые торговалась на бирже обеспечил национальный фонд оттуда просто вбросили чтобы удержать даже вот эту зажатую часть когда даже вы сидели дома все равно спрос был такой а валюты не было и 817 миллион долларов было выброшено из ресурсов национального фонда того самого где назарбаев хвастался что якобы там у него около 60 миллиард долларов дальше смотрите это не все больше 200 миллион долларов принудили продать квази так называемой государственной компании сам рука за на то есть более миллиарда долларов продали экспортеры а продали опять же государственной компании если бы они эту валюту не продали получается больше половины почти 70 процентов государства по разным схемам вбросила на валютный рынок чтобы как-то стабилизировать вот представьте себе что этого миллиарда если бы не было был бы спрос был бы спрос на миллиард семьсот а реальные валюты было бы 700 что получилось бы курс как минимум бы удвоился как минимум потому что валюты запрашивали бы миллиард семьсот а было бы всего лишь 700 и желающих купить было миллиард семьсот а всего валюты было бы 700 и курс опять же улетел бы в два раза то есть сейчас реальная ситуация очень плохая я сейчас объясню что нас ждет очень скором будущем теперь 11 мая карантин завершается значит все выходят на работу и значит магазины и рестораны рынке начинает работать и объем торгов должен восстановиться такой же как был до закрытия на карантин то есть он должен быть в несколько раз больше то есть не миллиард семьсот будет в месяц объем продаж ну как минимум в два раза больше а я вам скажу что например другие цифры еще вот февраль двадцатого года я просто беру и еще даже другие еще мне месяцы есть так вот я вам все скажу объем сделок здесь доходил в месяц вот я сейчас смотрю феврале общий объем операции по валютной паре тенге доллар за месяц составил 14 миллиардов долларов это феврале было а в апреле вообще операции не было считайте всего лишь миллиард семьсот вот представьте если сейчас все это оживет спрос будет на три или четыре миллиарда долларов а все компании национальные уже не могут все время валюту выбрасывать у них есть свои обязательства международные они гасят свои кредиты и все прочее им тенге не нужно тогда что будет делать или национальный банк снова бросит пару миллиардов если сделает это глупо будет ну возможно одним словом даже если национальный банк бросит туда пару миллиардов долларов курс течение этого месяца однозначно будет приводить тому что тенге ослабиться объективно уважаемые друзья чтобы вы понимали обвал неизбежен никого не слушайте это я вам просто даю стопроцентную гарантию если кто-то там со мной хочет поспорить правительстве пример министр председатель национального банка министр финансов я готов показать платежный баланс показать поступление валюты и сказать что неизбежно тенге обвалится минимально обвалится на 20 процентов минимально или если курс будет стоять это приведет к потерям резервов национального банка бессмысленным потерям лучше эти деньги раздать людям просто раздать людям виде пособий профинансировать бизнес списать лучшие кредиты это будет польза а вот попытка удержать политический курс тенге чтобы сказать что мы стабильные государства или например противовес мне сказать вот видите обляза говорил он все врет долго не не продержится в лучшем случае если даже принимать эти идиотские решения они не смогут продержаться больше чем до конца июня цены на нефть низкие там на бирже пишут что бренд там порядка 30 юралс он не больше 22 23 долларов запасов нефти в хранилищах все в избытке танкера в море стоят забитый до 300 миллионов баррелей нефти морях забита и поэтому наша нефтяная индустрия испытывает гигантские проблемы я уже даже когда такие цифры говорю я даже вам не говорю что они на 20 процентов вынуждены снизить объемы производства нефти валюты поступит еще меньше в нашу страну еще меньше поэтому когда товар дефицитный что происходит по законам рынка кто-то жил в советском союзе знает что если вот товар дефицит ему сбоку еще добавляешь нашем случае просто тенге обвалится это неизбежно и все те кто свои деньги имеет в тенге надо срочно покупать валюту вот собственно вот такая ситуация по тенге обвал неизбежный просто прибавляйте минимум 20 процентов я вам скажу это будет минимум невозможно удержать тенге когда цены на нефть низкий валюты нет национальный банк будет сжигать резервы они не безграничны он продержится в лучшем случае до конца июня при этом понесет колоссальные потери потому что сейчас спрос будет от 3 до 5 миллиардов долларов в месяц а экспорт нам дает меньше одного миллиарда долларов вот сейчас мы видим это приведет к обвалу тенге и все ваши накопления которые вы держите в тенге в банках они у вас все обесценится это вы все должны понимать более того я вижу что ряд банков они не отдают валютный вклад люди приходят валютный вклад пытается забрать а им по курсу в тенге отдают а потом вы с этими тенге не можете купить валюту потому что обменники не работают потому что курс реально другой и вы находите вот такой ситуации поэтому я приглашаю публичной дискуссии если кто-то сомневается и кто-то меня хочет опровергнуть со стороны правительства я приглашаю прямой эфир и мы можем просто на цифрах поговорить я думаю такой человек не найдется потому что я говорю то что является объективностью фактом я знаю размер национальных резервов национальной банке национальном фонде я знаю бюджет страны я знаю объем торгов знаю выручку которую поступает валютная от экспортных компаний и все это очень легко считается для специалиста это один час работы я эту работу сделал если правительство хочет со мной поспорить пожалуйста вы увидите как скоро тенге просто обвалится жесточайшим образом